Из-за тех же людей с диабетом, например, с сахарным. Когда люди имеют опыт большой сахарного диабета, они себе там знают инсулин, как колоть, как сахар смотреть, какие профилактики делать. Я предлагаю взять и начинать выздоравливать от диабета. Ну, это я не знаю, с чем сравнить. Вот человек с диабетом, он не может из своих рук выпустить диабет. Это же мой диабет. Я его 15 лет изучаю, как я могу его оставить? Я говорю, слушай, ну ты диабет знаешь? Да. По желающему железу, давай я тебе расскажу, как она живет. Люди с диабетом, у них же основа не выделяется инсулин. Знаете вы об этом, да? При диабете. Основа не выделяется инсулин. Вопрос. Когда диабет появляется у взрослых? У них не выделяется инсулин. Я же задаю вопрос. Слушай, ну ты же 50 лет с нормальным инсулином жил? Да. Что не так в твоей поджелудочной железе? Скажи мне. Ты знаешь хорошо 15 лет диабет. Но поджелудочная железа не выделяет нормальное количество инсулин. Расскажи, что ей не хватает? Ни один диабетик в мире мне еще не рассказал что-то нормальное про поджелудочную железу. Про диабет все могут рассказать. Про поджелудочную железу ничего. Вы мне можете рассказать про диабет? Есть среди вас люди, с которых есть диабет? Хорошо, давайте так спрошу. Есть у вас, среди вас люди, которые находятся в группе риска по диабету? Стресс, лишний вес, проблем пищеварительного тракта. Это группа риска. Есть среди вас такие? Все мне стресса. Все позитивные. Я понял. Все позитивные. Мы по диабете сегодня по уровню сахара в крови. Вот так судьба. Да, да, да. Ты у судьбы, правильно? Вернусь к этой картинке. Еще раз, еще раз. Тихо, тихо, тихо. Мы вот еще час и мы с вами заговорим на хорошем языке. Я вам предлагаю этот язык. Смотрите. Человек, который живет вот здесь. Он понимает, что диабет это когда уровень сахара высокий. Берем, открываем науку. И наука пишет. Да, когда человек просто живет в городе, он уже в группе риска. Когда он не ходит босиком по земле, он в группе риск. Когда он не допивает воды, он в группе риск. Когда у него густая кровь из-за того, что он живет в городе, не ходит по земле, он в группе риск. Когда он за 40, он в группе риска. Когда у него лишивес, он в группе риска. Когда у него проблемы пищеварительного тракта, он в группе риска. Вы понимаете, что вы все здесь? Вы позитивные, да, хорошо. Но вы все здесь. И я с вами здесь. Давайте я скажу, я здесь. Потому мне не хочется идти сюда. Мне хочется сделать все здесь, чтобы никогда сюда не прийти. Есть эндокринологи в мире. Эндокринологи меня ждут вот здесь. Они хорошие. Они научат людей с диабетом жить. Так, чтобы себя чувствовать неплохо. Но я же нормальный. Я же хочу сюда не ходить. Я хочу здесь. Я хочу здесь быть всегда. Потому когда я говорю про сахарный диабет, я заставляю людей без диабета тоже внимательно слушать. Потому что все в группе риска. Большинство взрослые люди, живущие в большом городе, это группа риска по диабету. Сейчас, 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 подождите. Притом я спрашиваю вот как у вас. У вас ни у кого диабета нет. Я говорю, вы пообщайтесь с людьми с диабетом. Вот они с диабетом, например, здесь. А когда-то они были здесь. Что они думали здесь? Они думали, как вы. Диабет никогда не придет. Он будет приходить другим, но не ко мне. И пока сахар не повышен, все хорошо. Они примерно думают по такой модели, которую приучают доктора думать. Про диабет. Про диабет я рисую, рисую один интересный рисуночек, как пример. Его нарисую. Потому что диабет одна из пяти болезней, которые сегодня убивают людей. Больше всего. Есть пять ключевых, ну пять-семь ключевых болезней. Первая из них гипертония, конечно, мы сейчас к ней тоже вернемся. Вторая, это онкология. На третьем месте стоят травмы. И вот четвертая занимает диабет или делит его с инфекциями. Смотря в какой стране. Диабет в пятерку попадает. Живет себе пожилочная железа в животе. И она выделяет сок пищеварительный и инсулин в кровь. Ну и как бы, ну грубо говоря, две задачи. Две задачи у нее. Выделять гормоны в кровь и пищеварительный сок. Но у нее есть желание. И если бы она умела говорить, она бы сказала, что ей хочется. И вот так людей никто не учит жить. Никто не учит. Медицина не учит так жить. Еще раз говорю, я общаюсь с людьми, у которых есть диабет, у которых есть проблемы пищеварительного тракта, у которых есть органы. У вас же есть органы. А вы с ними часто разговариваете? Не говорите с органами? Да. Когда орган болит, он кричит уже. Когда орган не болит, он тоже может говорить. Но если подумать. Если взять науку и подумать, то этот орган скажет очень просто. Этот орган скажет вот что. Ему нужна кровь. Ему нужен иммунитет этому органу. Кровь нужна, чтобы происходила регенерация. Иммунитет нужен, чтобы защищать от инфекций. Хорошо работающие нервы и привязанный к ним головной мозг нужны как раз для того, чтобы контролировать уровень выработки иммунитета. Допустим, если человек попал в стресс, и при этом пожилочная железа абсолютно нормальная, то вот только попал в стресс и не вышел, уже достаточно, чтобы диабет был. Железа здорова, попал человек в стресс, и все, начинается диабет. Самый простой вариант. Или же диабет может начинаться от атеросклероза. Нарушен кровоток. По поводу кровотока в животе давайте еще один вам вопрос математической точности задам. Вы скажите, какой у вас кровоток в животе от должного? Должно быть 100%. Сколько у вас? Никак. По УЗИ можно косвенно понимать. По хорошему УЗИ. Когда люди узнают, что у них плохой кровоток? Когда что-то болит, и не просто болит. Вот, например, когда я как хирург удаляю часть органа, то я понимаю, в этом, удаляю я язву, в этом органе уже много лет плохой кровоток. Я язву удаляю. Но там был плохой кровоток. Человек знал об этом? Нет. На больших стадиях не знал. На первых, несколько лет он не знал. Потом у него что-то дискомфорт. Он пробовал лечить. Потом он дожился до болезни. Я ее удаляю. Про кровоток в животе люди тоже ничего не знают. А я предлагаю сегодня как раз вот этот ресурсный подход. Почему он интересен? Потому что он очень перспективный. Я могу программировать. Я не хочу ждать, пока будет плохой кровоток. Я просто делаю каждый день что-то для кровотока. Что-то важное, хорошее делаю для кровотока. Для иммунитета. Пожелочная железа попадает в проблемы по иммунитету просто потому, что пищеварение – это грязная самая часть в организме. И этого достаточно. Не надо далеко ходить, искать каких-то хронических инфекций. Они всегда в пищеварении есть. И если я просто прозевал по иммунитету, это уже может быть повод для хронического панкреатита и дальше. Стресс – один из факторов, который вызывает. Ущемление нервов в позвоночнике – это один из факторов, который вызывает дискомфорт и болезни органов. Продолжение следует... Продолжение следует...